Известно, что за безопасность, в том числе и ГОЧЧС, отвечают собственники, в том числе и собственности в многоквартирных домах. Прошу ответить на вопрос, какое министерство должно заниматься комплексной безопасностью многоквартирных домов? Спасибо. Город курирует. Город курирует общедомового имущества, это ответственность управляющей компанией внутри квартиры, если такие истории установлены, равно как и соблюдение противопожарных правил и всего прочего. Это ответственность собственника жилого помещения. Дальше не будем раскладывать, что у нас есть собственники жилого помещения физические лица, есть муниципальный жилищный фонд, у нас есть проблема в том, что муниципалитеты, как собственники жилого фонда, которые находятся в социальном найме, безусловно, не контролируют, к сожалению, опять-таки, состояние того жилого фонда, который они передают в социальный найм. То есть, такого министерства нету? То есть, ГОЧС у нас занимается, МЧС… Нет, еще раз, это зависит от вида объектов. Вот еще раз, многоквартирные дома – это полномочия муниципалитета, не министерства. Министерство по территориальной ситуации в данном случае является регулирующим органом из всех соответствующих приказов, вплоть до постановления правительства и надзорным органам по правилам содержания не только многоквартирных домов, а вплоть до того, чтобы больше пяти собралось, там отдельные правила действуют, как бы, да, и министерство эти функции выполняет. Министерство строительства выполняет функции по нормативной базе для проектирования, контроля, строительного надзора и ввода в эксплуатацию. То есть, собственник должен сам, да, свести вот эти все безопасности в одну? Нет, 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 давайте я не отвечу. Все истории, связанные с эксплуатацией дома, в том числе и с соблюдением правил пожарной безопасности, они должны содержаться в договоре управления, если выбран способ управления управляющей компанией. Соответственно, когда управляющая компания дом принимает, она в рамках того тарифа, который за квадратный метр берет, она туда вкладывает все эти расходы. Ну, коллега подтвердит, как бы, да? Почему город? Потому что, ну, в соответствии с жилищным кодексом, у нас, как бы, эти вопросы все с общим имуществом относятся к городу. И в том случае, если дом не выбрал способ управления, соответственно, его выбирает муниципалитет и обязательно туда входит в том числе в перечень работ, как раз и работ по обеспечению пожарной безопасности. Соответственно, это так. Если это собственники неживых помещений, даже внутри квартирного дома, к ним есть свои требования, они также обеспечивают это внутри своих помещений. Все. То есть вопрос очень простой. А требования, которые они должны соблюдать здесь, они уже на отзорном порядке контролируются со стороны того же МЧС. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!